Герой на войне и герой в миру. Владимир Анцупов задолго до военных испытаний на подвиге. Был человеком запоминающимся, настоящим. Кандидат исторических наук, мастер спорта по боксу, каратист с черным поясом. Довоенная жизнь нашего героя была разнообразна и интересна. О своем знакомстве с Владимиром Анцуповым вспоминает Сергей Шамба. Он жил тогда в старом доме, напротив санатория МВО. Внизу гастроном был. Знакомство у нас было шапочное. Но потом мы ближе познакомились, когда он пришел к нам в секцию каратэ. До этого занимался боксом. И вот он крепкий парень такой был. Очень такой агрессивный бой вел всегда. В конце 80-х Владимир Анцупов становится рядом со своими друзьями и активно защищает интересы абхазского народа, вновь подвергающиеся тогда давлению со стороны Грузии. Сергей Шамба помнит Анцупова и Ваидглара и в гвардии, созданной позже. Все это помнили и грузины. Помнили и не прощали, а мстили. Как обычно, самым грязным способом. Я знал до этого его, его сестру знал тоже. Ее потом зверски замучили, когда грузины вошли в город за его такую позицию. Потому что Вова уже, когда вот это началась активизация, такая Айдглара, которую я уже возглавил, когда он пришел тоже. Очень активный был. И когда создали гвардию мы в Абхазскую, он вступил в гвардию тоже. И он очень активно участвовал в выдворении тогда из Министерства внутренних дел министра Луминация. Один из, может, самых активных и был исполнителя этого мероприятия, за что они очень были злы, конечно. И поэтому, когда грузины вошли в город, его сестру зверски замучили. На войне Анцупов, казалось, был непобедим. Задолго до знакомства с бойцом солдат Чкадуа уже не раз слышал о нем. Сегодня Ричард признается, встреча с Владимиром, конечно, стала поворотной. Где-то в конце октября, в начале ноября Вова создал такое маленькое формирование, группу, в которой он обучал нас, ополченцев. Обучал нас, обучал тому, чтобы мы выжили. Это, в конце концов, понимаешь сейчас, потому что школа у него была очень жесткая и физически, включая военную подготовку. Делал из нас солдат. Воля и целеустремленность. Ричард Чкадуа быстро находит определение для геройской речности боевого друга. Анцупов пример, уверен мужчина сегодня, как и тогда, в тяжелые дни войны. В этом не сомневается и Сергей Шамба, знавший Владимира аж с конца 70-х годов. Воин. А вот посмотришь и видно, воин. И в глазах это, и во взгляде, и в фигуре, и в самом человеке. Очень воинственный человек. Я вот как-то говорил, да, если бы каждый народ, который пишет «Кодекс воина», я думаю, вот образец, с которого можно списать «Кодекс воина» был Вова Анцупова. Причем бесстрашный аналитический ум и энергетика, которая даже прохожих завораживала грядущей победой. По своему характеру он был боец. И такой он был, как говорится, нордического склада, что ли. Он такой был принципиальный, такой прямой и жесткий человек. Ну, в хорошей дружбе, конечно, он был надежный друг. И потом, я же говорю, в гвардии он проявил себя. Так что для меня неожиданности не было, что он пойдет воевать. Из тех, кого я занимался в Министерстве обороны, был комиссаром в первом заместении министра обороны. И я тогда по поручению президента представлял первых, кого на героя. Я всего тогда выбрал самых-самых 11 человек. Среди них был Ивов Анцупов тоже. Просто по тем героическим поступкам, которые совершили тогда, мы и представляли. Потом это уже немножко другой характер приобрело. Как ни больно, но всю семью Владимира Анцупова ждала череда трагедий. Как говорится, странные и страшные совпадения. Трагическая судьба у всех членов этой семьи. Супруга онкологией заболела. Она потом в Москве работала. И там же и умерла. Дочка здесь была, она больная была. Сын разбился в аварии в Москве. Судьбу же самого Владимира знает вся страна. В самый страшный военный день 14 декабря 1992 года над селом Лата грузинскими войсками был сбит вертолез ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал. В результате погибло 87 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв латской трагедии было 8 беременных женщин. В том самом вертолете находился и Владимир Анцупов. Шок, потому что на тот момент я уже находился на пути в Черкесск, перелетев через Тиберду. Вот с 13 декабря и буквально через день я узнал, что вот произошла эта трагедия. Первое, кстати, что мне сказали, потому что я помню этот момент, я смотрел телевизор и новости. И сказали по центральным новостям, что сбит вертолет, и буквально через 5 минут позвонил мне друг мой с Москвы и сказал, что Ричард в этом вертолете сидел в голове. Шок был, конечно, я долго не мог к себе прийти, потому что в моем понимании это был человек, которого точно пуля не возьмет. Пуля его и не взяла. Смерть настигла героя в момент, когда сопротивляться ей не было никакой возможности. Анцупов не мог проявить ни силу, ни волю, ни храбрость. Все, кто знал его, уверены, только так можно было победить этого мужчину. Того, который умел все и мало чего боялся.